Лето бабье. Итак, сказка 34. Когда на дубах выглянул первый лист, баба ягодка пустилась в путешествие. Она собрала свою скромную котомку, взяла немного еды и ушла, пока гром был в лесу. Не зная других троп, она выбрала ту, по которой сюда пришла, а там видно будет. Прибыла к озеру, присела перекусить, загляделась на лебедей и горько заплакала. Там, за зеркалом воды, она оставила свое сегодняшнее счастье. Намок совсем край платка, которым она утиралась. Ягодка помяла его в руках, глянула в небеса и тронулась в путь. К закату она уже пила чай со старухой, которая была рада нежданной гостью. Что же, коли у тебя сын, нужно проведать его. Говоришь, не виделись лет девять? Как же, он тебя не ищет, что ли? Думаю, что нет, бабушка Агафья. Он как женился, так и перестал со мной общаться, как с матерью. Мы всегда были добрыми друзьями. Не знаю, что и мыслить. Или не угодила чем. Или супруга меня заменила. Ягодка. Что ты? Утри слезы-то. Все будет хорошо. Не зря ведь тебя сейчас носят по свету. Ты, главное, не печалься по этому поводу. Не терзай себя. Не ищи вины своей в этом. Дети вырастают и отрываются от матерей. Это естественно. Они ведь рождены нами, но не для нас. Все всегда для чего-то нужно. Скажу я тебе волшебное предложение. Его знают все, но редко используют. Ты ведь полна уже мудрости. Дошла до нее в своих скитаниях. Понимаешь, что все в этом мире имеет свою энергию, силу. Можно даже сказать жизнь для лучшего и простого понимания. Все к лучшему. Ягодка, детонька моя, что бы ни происходило, всегда говори смело и уверенно. Все к лучшему. Ведь вера и сила слова – это проекция. То есть ты бросаешь вперед свою уверенность и силу, защищая себя и прокладывая благополучный путь. Все к лучшему. Да, все к лучшему. Странно. Слова будто раздвинули путь. Ощущение освобождения. Но как-то очень быстро. Как же быстро? Ты мне поверила. Затем наполнилась силой и произнесла слова. Вера – это порыв. Сила – прорыв. Слова – движение. Агафья, да вы волшебница! Ягодка вскочила и начала целовать старуху в щеки. Та отмахивалась и утиралась, как ребенок. Да что ты перестань! Вот растрогалась, чудачка ты! Ясене ты! Как вы здесь чародеями стали! Лес будто сказочный какой! Так а ты как думала? Конечно! Ведь в глухих местах всегда открыты чудеса. Вот ты когда-нибудь сидела в кладовке? Ягодка с распахнутыми глазами смотрела на бабушке и кивала. Помнишь? Да-да, там обязательно открывались какие-нибудь тайны. Я думала, став взрослой, что это фантазии ребенка. Нет, Ягодка, дети всегда видят чудеса. Мы все рождаемся совершенными. А потом нам такое внушают, что в чудеса мы перестаем верить. Продолжение следует.